Александр Галушко в Нефтекамске живет с 1995 года, а должность главного технолога водоканала занимает 5 лет. Каждый его рабочий день это постоянные переезды от одного объекта предприятия до другого. Сейчас мы едем на водоочистные сооружения. Цех водоподготовки питьевой воды. Камская вода это речная вода, значит мутная, значит грязная. Очень много сейчас техногенных загрязнений, это и выше по течению Камбарк, это и весь Пермский край. Нашмар просто. Мы это контролируем из года в год. Какое-то ухудшение реки мы прослеживаем, но на то и придан вот этот вот цех. Цех водоподготовки питьевой воды находится за микрорайоном Ташкинова. Именно здесь идет превращение мутной речной воды в питьевую. Пройдя несколько этапов очистки, непригодная для утоления жажды живительная влага, в краны нефтекамцев попадает прозрачная, вкусная и без запаха хлора вода. А все это стало возможным благодаря установке на предприятии нового оборудования. Непосредственное участие в этом принимал и главный технолог водоканала. Есть чем гордиться, я бы даже сказал, есть чем похвастаться, потому что у нас в республике только два города сегодня используют гипохлорид натрия. Это Уфа, столица, ей положено по статусу. Ну и вот, слава богу, наш город теперь. Вот это те самые электролизные установки, о которых я говорил, которые год отработали, год мы с ними в кавычках мучились, просто привыкали к работе этих установок, поскольку они полностью автоматизированы. Несмотря на автоматизированный режим работы установки, роль людей остается важной. На каждом этапе очистки операторами проверяется качество воды. А обеспечить такие технологические режимы, чтобы речная вода после очистки соответствовала требованиям Санпина, и является прямой обязанностью Александра Николаевича. В этом ему содействуют сотрудники водоочистных сооружений. Наше сотрудничество происходит в тесной рабочей обстановке. В день и в ночную смену постоянно созваниваемся, постоянно с Александром Николаевичем общаемся, потому что вот этот вот ежечасочный контроль за питьевой водой, весь контроль происходит под руководством Александра Николаевича. Сегодня перед водоканалом и перед его главным технологом стоят новые задачи. До 2015 года планируется провести реконструкцию биологических очистных сооружений. Она стала необходимой и в связи с расширением территории обслуживания. Ведь кроме Нефтекамска вода поступает и в Краснокамский район. Лилия Ахметова, Фанзир Фазлуденов, информационная программа «Ежедневник».